Уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних, а также в отношениях несовершеннолетних, рассматриваются судами в особом порядке. Обычно в уголовном процессе требуется участие адвоката, законного представителя, иногда педагогов и психологов, других специалистов. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Глава 50 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации регулирует производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Законом устанавливаются необходимые требования, обязательные для исполнения лицом, производящим предварительное расследование по такому уголовному делу. Органами дознания и предварительного следствия в ходе расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних должны быть выполнены требования ст. 421 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации об установлении возраста несовершеннолетнего. Число, месяц, год его рождения должны быть подтверждены свидетельством о рождении или паспортом, а при отсутствии таковых копий формы номер один. При производстве следственных действий по уголовным делам наряду с защитником, адвокатом, необходимо обязательно участие в законах представителей несовершеннолетних, педагогов и психологов. В соответствии с ч. 12 ст. 5 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации законными представителями являются родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого обвиняемого, либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, либо потерпевший. В случае отсутствия родителей, назначенных опекунов, либо попечителей, когда несовершеннолетний фактически проживает у родственников, не являющихся законными представителями, в качестве законного представителя несовершеннолетнего назначается представитель органа опеки и попечительства. В ст. 425 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняя его подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 лет до 18 лет при условии, что он страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии. При расследовании уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, проведении допросов, очной ставки, опознании и проверке показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие психолога обязательно. Показания несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого получены без участия педагога или психолога в силу части 2 статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ являются недопустимым доказательствами.